Я всех приветствую, дорогие подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Данил, добро пожаловать. К нам в магазин поступили новинки от Artisan Cutlery и CGRB Cutlery. В этом ролике я расскажу про интересные новинки CGRB. Поехали! Сразу скажу, что одна из самых популярных позиций CGRB Felspar получил новое исполнение, вернее их даже сразу два. Сталь AR-RPM9 и вот такие вот красивые накладки из G10. Есть он вот в таком сине-черном исполнении, есть также в исполнении зелено-черном. И на следующей неделе на этот нож выйдет полноценный полный обзор с тестами, с разборкой и всем тем, что вы хотите узнать про этот нож. На данный конкретный момент, пока я пишу этот ролик, в нашем телеграм-чате идет обсуждение того, как протестить этот нож. Поэтому обязательно поставьте колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить выход обзора на Felspar в новом исполнении. И присоединяйтесь к нашему чату в телеграм-канале. Он находится в описании, ссылочка на него, вход свободный. Поэтому тут на Felspar долго останавливаться не будем и перейдем к двум действительно клевым новинкам, которые призваны занять рынок, так сказать, чуть выше бюджетного, но далеко до среднего ценового сегмента. Это будет CGRB Lago и CGRB Pirate. Начнем с модельки Lago. Общая длина Lago составляет 203,5 мм. На клинок здесь отмерено 86,5 мм. Сделан из стали AR RPM 9, заявленной твердостью в 59,61 единицу по шкале Rockwell. Толщина по обуху в 2,7 мм. Сведение равномерненько по всему клиночку составляет 0,4 мм. У него высокий прямой спуск, а это уже говорит нам о том, что нож будет очень круто резать. Длина в сложенном положении составляет 117 мм. Его спокойно можно вот так зажать между двух пальцев. Накладки из G10 различных цветов. У нас есть как минимум на столе у меня три расцветки. Еще парочку я не заказал, они находятся на удаленном складе. Ну а замок ножа это Button Lock. При этом очень продуманный. Об этом тоже подробнее поговорим. Форма клинка Drop Point. Про спуски я уже сказал. В открытое положение нож приводится с помощью плавника флипера с насечкой. И с помощью интересного отверстия в клинке. С Spidey Flip все дела, все работает так как надо. Поскольку в осевом узле стоят однорядные керамические подшипники в латунной обойме. Также механика на складывании работает превосходно из-за очень правильного замка Button Lock. Вот теперь конкретно о нем. Дело в том, что в данном случае и в случае с Pirate'ом у Button Lock'а на клинке есть отдельная выборка, куда непосредственно встает этот замок. Из-за этого люфта нет вообще никакого. Надежность замка чуть-чуть повышена. И прослужит этот замок дольше. Вокруг осевого винта расположились колечки из анодированного алюминия. В разных цветовых версиях соответственно разные цветовые колечки. Вот на этих черных накладках у нас красное колечко. На красных накладках из G10 у нас черное. Ну и так далее и тому подобное. Кстати говоря, вот этот вот красный экземпляр мне нравится больше всего. Во многом потому, что красные ножи это всегда в тренде. Ну а ножи с красной рукояткой встречаются, кстати, ну довольно редко. Дальше. По удержанию в руке. Нож сидит ну очень хорошо. Практически как в литой, однако я бы все-таки ему дал рукоять чуть-чуть более скругленную, ближе к навешу. Однако там располагается темлячное отверстие. Если скруглить рукоять, то она уйдет. Или же придется использовать темлячный штифт, что в принципе немного удорожает производство. Потом. Подпальцевая выемка. Она здесь есть все-таки, но она совершенно не ярко выраженная. И скорее ее лучше назвать подпальцевым упором. То есть когда мы держим нож вот так фехтовальным хватом. Когда у нас палец падает на насечку на обухе, а указательный находится конкретно под насечкой под флипером. Все очень прикольно. У ножа есть чойл. Его полезность я не отрицаю. То есть он хорошо поможет вам заточить этот нож. То есть чтобы пятка клинка была полностью проточена. Чтобы никаких проблем при заточке не возникало. Даже при заточке на фрихэнде. То есть когда мы без заточной системы точим нож. Но мне вот все-таки непонятно, почему бы Сиджарби не продлить здесь полезную длину режущей кромки. Поскольку шпинка нету и ничто не мешает этим ножом работать всей режущей кромкой. Но вот они решили сделать так, как говорится им виднее. При этом хват подчоил, что указательные, что малоточные тоже очень имеет место быть. Клипса в данном случае двухточечная. При этом двухточечная не в стандартном понимании, как например на фолдспаре, когда они у нас идут вертикально. А двухточечная горизонтально. Благодаря этому клипса немножечко шире стандартных. Но она глубокой посадки и на карман залетает, ну как себе домой. Также хорошо нож и с него снимается. Модель очень интересная. Прям вот действительно очень интересная. Это такой среднеразмерный складень на EDC однозначно. И на данный момент, то есть это у нас 25 ноября... 25 ноября? Да, 25 ноября 22 года. Он у нас в магазине стоит 5040 рублей. Помните, я выпускал некоторые ролики про Сививи, про Сенкаты и так далее. И там говорил, что это одни из самых лучших ножей в бюджете. Так оно и остается до сих пор. Но у них появился конкретный такой конкурент в виде Сиджарби данной модели и того же Пайрата, про который я скажу позже. Потому что собрано не то чтобы хуже. Собрано на уровне и в этом главная фишка. И дизайн, ну тут поинтереснее, чем у Сенката, на мой взгляд. А как считаете, вы напишите свое мнение в комментариях. Ладно, на этом интересные штуки не заканчиваются. Сиджарби Пайрат. Ну, я его буду называть перитом, поскольку в переводе это так и называется. Камень такой. У него следующие характеристики. Общая длина составляет 186 миллиметров. На клинок отмерено 79 миллиметров. Да, он небольшой. С толщиной по обуху в 2,7 миллиметра. Тоже AR RPM 9 с заявленной твердостью в 59,61 единицу по шкале Rockwell. В сложенном состоянии он составляет 107 миллиметров. Прям небольшой. Ну а весит этот складень средних габаритов 75 грамм в базовой версии. Что очень важно, поскольку там есть еще вторая. Даже третья, потому что есть еще полностью нудисты. А я сейчас держу в руках нож с накладками. Ребята, это прям заявка на победу. Это заявка на один из самых лучших EDC ножей. Особенно в его бюджете. Объясняю почему. Во-первых, у него габариты от CVV элементума. Он чуть-чуть побольше. Именно по рукоятке. Во-вторых, у него клинок от Benchmade Bugout, который признан одним из самых лучших ножей на EDC, которые когда-либо создавались. В-третьих, у него толщина по обуху в 2,7 миллиметра и сведенные прямые спуски в 0,4 миллиметра. Что говорит нам о прекрасном резе буквально из коробки. В-третьих, даже, какой третьих? Это уже четвертых. Замок ножа Button Lock. Я про это уже говорил, что это одна из фишек, так сказать, тенденций современного ножевого рынка. Это было в обзоре Protec Mordex. По всплывашке в правом верхнем углу можете посмотреть. Так вот, тут все сделано для того, чтобы нож стал хитом. То есть и слабая подпальцевая выемка, чтобы нож хорошо сидел в руке, и совсем небольшой пистолетный изгиб, и темлячное отверстие. Все вот прям тут так сделано. Ну вот прям как надо. Насечка на обухе тоже присутствует. Двухсторонний шпенек тоже присутствует. Что вот еще сказать про хороший нож? А он действительно таким является. И при этом в данной модели C-Jarby продумали то, что он открывается с двустороннего шпенька, и у него тут действительно оправданный чойл. Потому что именно настолько, насколько шпенек двухсторонний съедает полезную режущую кромку, у него и есть чойл. Получается, что вплоть до шпенька всю кромку можно спокойно использовать. Однако один момент мне все еще непонятен. Компания C-Jarby Cutlery задумывалась как дочерняя компания Artisan Cutlery, которая будет заниматься более бюджетными складными ножами в более простых материалах. То есть без титана, без порошка, ну и так далее, и тому подобное. Потом, конечно, появилась ARRPM9, которая стала порошковой сталью в бюджетном ценовом сегменте. Кстати, ее тест мы тоже проведем в обзоре на Fullspar новенький. И теперь они такие берут, а чё бы нам тоже не запуститься на премиальный рынок складных ножей. И делают Pirate в Титане и 35-ке. Да, тут он, конечно, чуть-чуть по-другому заиграл. И ценник у него немножечко другой. Однако титановая рама ему очень сильно к лицу. Ему к лицу титановая цельнофрезерованная клипса. И мне очень нравится, как они сделали меленький-меленький сатин на 35-ке. Кстати, 35-ка у них очень даже ничего, и поскольку используют они буквально то же самое, что и ставят на Artisan. Ну и там она хорошенько так затермичена. Тут еще и бонусом идет вставка из такой коричневой, зеленоватой канвас-мекарты, которая со временем чуть-чуть подзатрется и станет вообще очень прикольно смотреться. И такую же систему они, кстати, на Fullspar тоже провернули. Там есть Fullspar теперь в титановой раме с фреймлоком, однако он все еще на ARPM9. Почему было туда 35-ку не поставить, непонятно, потому что там вообще бы хит-хитом был, вот однозначно. А вот тут, ну как бы, да, пускай, пожалуйста. Очень хорошо получилось. Действительно, когда есть выбор, в каком варианте взять нож, ярким примером тому является элементом, да? То есть у нас есть Сивиевский, есть ВЕшный, и оба они хороши. И тут вот проделали плюс-минус то же самое. А вот удачно то, что есть выбор между вариациями ножа, это решать непосредственно вам, дорогие зрители. Потому что я тут просто про них рассказываю и иногда говорю свое мнение. Но если подводить итоги, то скажу следующее. Сиджарби прям конкретно ворвались в двери и сказали, подвиньтесь, мы можем вот так, и мы можем хорошо. В принципе, шикарные новинки. Вот я прям очень рад тому, что они быстро к нам докатились до нашего магазина. И я очень рад тому, что записываю этот ролик. А на этом я буду с вами прощаться. Все, всем удачи, до скорых встреч на обзоре Флотспара. Пока. Как тебе ножичек? А что он? А, понимаю. Ну, он такой, как ты нам говорил, джентльменский. И все? Не, в принципе, очень удобно. Ну, типа, это G10, да, у него? Ну, да, я понимаю, что ты в ножах не шаришь, но... Нет, ну, типа, как, я, да, шарю не особо, но в руке сидит приятно. Ну, типа, реально, это только, блин, этот... Как думаешь, сколько стоит? Моё предположение, где-то 21. Ты! Что, еще дороже? 5000. Что, серьезно? Да, кстати, и вот ты спрашивала, один из таких прикольных вариантов будет.